Чингис, все-таки картинка крутится, картинка крутится. Вы как-то теряете, или что? Нет, сейчас вроде нормализовалась уже. Вы сейчас отлично, все, все, начинаем. Туризм в Казахстане, пандемия уже прошла, афектально в мае ВОЗ объявила, что она закончилась, но, как уже известно, весь 22-й год люди уже начали ездить, туризм, по сути, начал оживать фактически за 22-й год. Такой вопрос, казахстанский туризм, на ваш взгляд, исходя из исследований ваших, после пандемии пришел в тебя? Как вот динамика развития идет? Добрый день. Ну, очень интересный вопрос, он часто задаваемый вопрос. Ну, полностью сказать, что туризм Казахстана полностью восстановился после пандемии, однозначно нет. Он только восстанавливается, хотя в 22-м году показатели почти уже подошли, скажем так, к показателям 2019 года, потому что мы не сравниваем показатели по количеству туристов, внутренних туристов, например, по 2020-2021 году. По 2019 году у нас очень хорошие, значит, такие показатели есть, и можно сказать, вот сейчас, в этом 2023 году, вот туризм как раз-таки уже выйдет на новую волну роста, то есть уже пойдет рост. Сейчас, пока мы восстанавливаемся. Можно еще добавить, что именно пандемия, нет хода без добра, именно пандемия, скажем так, очень повлияла на то, что среди отечественных туристов очень... По статистическим цифрам 22-го года у нас около 6 миллионов туристов. Вы слышите меня? Пропадаетесь. Сейчас мы. По итогам 22-го года, по итогам 22-го года, у нас по местам размещения, если мы судим по статистике, у нас 6,5 миллионов туристов. То есть это очень хорошая цифра, и мы почти достигли уровня 19-го года. Вот. И, на наш взгляд, именно пандемия повлияла на то, что среди наших отечественных туристов очень большой сейчас интерес к путешествиям, отдыхать, восстанавливать свое здоровье. То есть, как бы после пандемии все граждане поняли, насколько важно поддерживать свое здоровье, насколько важно отдыхать, насколько важно путешествовать. А вот эта динамика коснулась, она и внутреннего туризма, и въездного, внешнего, который иностранцы приезжают? Вот об этом что можно сказать? Если мы говорим о въездных по иностранным туристам, нет, у нас по 22-му году около миллиона туристов мы еще не достигли уровня 19-го года. Даже так? Да. Мы еще не достигли уровня 19-го года. А по количеству внутренних туристов мы уже перевалили, скажем так, тот отчетный, скажем так, отчетную цифру, которая у нас идет по 19-му году. То есть, получается, в 19-м году... Если в 19-м году у нас внутри Казахстана путешествовало 5 миллионов 200 тысяч туристов, то в 22-м году у нас уже эта цифра перевалила 6,5 миллионов туристов. И это, заметьте, мы говорим только тех туристов, которые остановились в местах размещения, то есть в гостиницах, в домах отдыха, в санаториях. Мы говорим только вот по вот этим статистическим данным. У нас еще есть туристы, которые путешествуют там автостопом, останавливаются где-то, снимают какие-то квартиры и так далее, которые не попали. Но интерес к внутреннему туризму сейчас очень высокий. Да, кстати, когда пандемия началась, именно это же было как альтернатива. Все страны начали развивать сразу внутренний туризм, потому что внешний просто закрылся. И потом, Чингис, еще вот я же уже говорила сейчас, вот после пандемии, и вообще пандемия нам показала, насколько важно заботиться о себе, о своем здоровье и путешествовать, восстанавливаться. То есть люди уже поняли это с этой стороны тоже. А вот здесь уточняю еще вопрос. Вообще можно ли так, ну, можно сказать, философское, скорее такое замечание. Вообще пандемия изменила ли отношение вообще к туризму? Как к отрасли и вообще как к явлению, скажем так. Мы как-то вот поменяли к нему? Как вы считаете? Шиндет, к сожалению, я не услышала ваш вопрос вообще. Можно повторить? Пандемия вообще изменила как-то отношение людей к туризму. Вообще людей к туризму и как к отрасли в целом. Конечно, конечно. То есть когда как раньше было, уже не будет. Да. Будет лучше, то есть будет интерес. И с каждым годом, да. Вот сейчас даже вот, например, по статданам, если, например, говорить по курортным зонам, у нас наиболее посещаемые курортные зоны – это Алматинский горный кластер. Если вот, например, ранжировать, да, по количеству посещенных туристов. У нас это Алмата, Алматинский горный кластер. Потом у нас идет Шучинско-Боровская курортная зона. Это наше Боровое. Вот. Потом у нас идет Мангистал. Мангистал. Вот мы идем вот по очереди. Потом у нас озеро Алаколь. Озеро Алаколь. Далее Туркестан. И дальше уже вот идет. То есть замыкает десятку у нас Балхаш. Балхаш. И, к примеру, например, по Алакольским базам отдыха уже сейчас бронируются места на июль, на август. То есть люди уже заранее планируют свои путешествия, и они хотят путешествовать, хотят отдыхать. Возвращаясь к вопросу об иностранных туристах визны в Казахстан. Как известно, с Китаем мы отменили визы. И планируем, кажется, еще с 26 странами Казахстан планирует отменить визы. То есть там количество пребывания в стране будет увеличено. Как вот именно с Китаем сейчас ситуация, как это как-то повлияло на количество китайцев, приезжающих в Казахстан? Наверное, вы мой вопрос не услышали, да? Так, как слышно? Вот сейчас слышно хорошо, но вопрос не услышал. Хотел спросить по визам. С Китаем визы отменяются, увеличивается количество пребывания в Казахстане, там 30 дней, да, кажется? В обе стороны. Да, в обе стороны. Какой-то поток заметен? Изменилась ли ситуация? Больше стало китайских туристов в Казахстане? Есть ли какая-то картина на сегодняшний день по этому? Картина Шинга-Съезд. Дело в том, что у нас и до подписания 30-дневного безвизового режима, да, двухстороннего безвизового режима, у нас и в 22-м году существовал такой режим, что у нас на 14 дней граждане Китая туристы скидали в публике безвизового режима. Но у нас потока нет. Если, например, опять смотреть по итогам, по данным ПСКНБ, за 22-й год у нас заехало 37 граждан КНР, Китайской Народной Республики. И из них только в целях туризма только 500 туристов было. Только 500 туристов. То есть большого потока нет. В этом году после подписания 30-дневного безвизового режима мы ожидаем, что будут организованы туристские группы обоюдно. То есть будут к нам приезжать туристы в Казахстан. И у нас туроператоры будут формировать группы КНР, потому что тоже есть на это спрос. Мы на это рассчитываем. Мы на это рассчитываем. Но у нас есть, например, опасения со стороны туроператоров, готовы ли мы Казахстан принять китайских туристов. Потому что у нас сейчас острая нехватка именно гидов со знанием китайского языка. А, в этом плане. Да, в этом плане. Потом, например, вот если же, например, говорить о этом же Алматы, алматинский городокластер, который популярный среди нашего населения, да, по множеству. Это гостиницы, отдых, отдых и так далее. То есть наш туристский рынок, туроператоры, они обеспокоены вот этим фактором. Так, пропадает совсем все. Я вас не слышу. Скотел. Так, мы в прямом эфире. Да, мы прямо в эфире, да. Мы, по-моему... Давайте, наверное, с предыдущего вопроса начнем. Прервались. По визам количество туристов из Китая увеличилось. Как сейчас обстановка? Ну, туроператоры наши ожидают, и мы хотели бы, чтобы к нам приезжали Китай. Ну, я только что озвучила, еще раз повторюсь, что туроператоры обеспокоены тем, что у нас очень не хватает обученных видов со знанием китайского языка. Вот. Ощущается нехватка мест размещения. Вот. Но в любом случае весь, во всем мире, во всем мире борются за китайского туриста, китайского туриста ждут. Поэтому, если у нас и поток будет, я не думаю, что у нас будет прям большой поток и так далее. Такого не будет. Потому что я уже привела данные по 2022 году, когда у нас уже было 14 дней без виз, к нам могли приезжать туристы из Китая. То у нас из 37 тысяч данных по данным ПСКНВ у нас из них только 500 туристов было. Все остальные, эти люди, которые приехали по работе, по деловым визам, это приезжали, которые тут, предприятия работают, их сотрудники приезжали. Вот. Всего лишь 500 туристов. Домида Бахтеревна, давайте мы к предыдущему вопросу вернемся, потому что связь совсем была плохая. И сейчас наш эфир слетел. Вот. По первому вопросу, а по пандемии, на ваш взгляд, сейчас казахстанская туристическая отрасль восстановилась ли в полной мере, если сравнивать с максимально лучшими годами, 2019 годом? Туристская отрасль, Шингис, у нас восстанавливается. То есть у нас восстанавливается в процессе. Да, у нас в процессе. Потому что все-таки 2021-20 год мы, можно сказать, почти вообще не работали, были большие ограничения. Очень было сложно. В 2022 году у нас только вторая половина года мы уже в полной мере смогли работать. Но были какие-то другие, скажем так, ограничения. Мы сейчас уже в 2022 году, по количеству внутренних туристов, мы уже вышли на уровень 2019 года и дальше чуть-чуть. А по количеству въездных туристов мы пока еще уровня 2019 года не достигли. Поэтому можно утверждать, что мы в 2023 году, мы еще на этапе восстановления, полного восстановления. Еще такая тема есть, как туристский сбор, или туристский налог его называют. Это опять-таки возвращаясь к вопросу иностранных туристов в Казахстане. В этом году, как мне известно, вроде бы уже, кажется, в пилотном режиме в некоторых регионах он вводится бэт-такс. Это, скажем так, один из тех вопросов, которые в работе, в частности, у нас в работе Департамента туризма. Бэт-такс или туристский взнос. Вообще правильно по постановлению правительства мы его называем туристский взнос. Туристский взнос принято постановление, что уже с 1 января 2023 года постановление вступило в силу, и все места размещения должны будут взимать этот туристский взнос. Согласно этого постановления, размер туристского взноса определяет маслехатый городок, район. То есть на местах. И в данном случае давайте мы не будем говорить по всему Казахстану. Например, маслехатого города Алматы и Астаны приняты национальности. Пропадайте. И с учетом того, что наша отрасль, туристская отрасль, только восстанавливается. И можно смело сказать, что у нас еще не такое большое количество въездных туристов. НПП Атамикен, можно сказать, начиная уже с ноября прошлого года, мы обращаемся в наш уполномоченный орган приостановить сбор туристского взноса. Но сейчас, сейчас наш уполномоченный орган, комитет индустрии туризма, по обращениям туристского рынка, в частности отельеров, работает на том, чтобы была заменена ставка туристского взноса, которая раньше исчислялась в процентах, то сейчас мы просим, чтобы она была заменена на фиксированную ставку. Фиксированную. Фиксированную. То есть, к примеру, например, от 0,1 МРП до 0,5 МРП. Вот в последнее наше обсуждение мы договорились, что у нас будет такой разбег от 0,1 МРП до 0,3 МРП. Также, например, у нас еще остается открытый вопрос по оплате туристского взноса с несовершеннолетних граждан. То есть, к примеру, заехала, например, семья, а папа с мамой двое детей. И получается, дети тоже уже носят статус иностранного гражданина и, согласно постановлению, они тоже должны оплачивать туристский взнос. И, ну, естественно, это будет дополнительная нагрузка на семью. И, скажем так, одним из тех сдерживающих факторов, а посещать ли Казахстан? Потому что стоимость проживания автоматически будет увеличиваться. Согласны со мной, да, Вы? Вот. И мы вот подняли этот вопрос, подняли этот вопрос, и уполномоченный орган с нами согласен, чтобы освободить граждан, не достигших 18 лет, от оплаты туристского взноса. Ну, тут очень, скажем так, долгий процесс. Эти изменения нужно вносить в закон, отраслевой закон о туристской деятельности. Но, тем не менее, уполномоченный орган с нашим предложением согласен. Также у нас одно из предложений было освободить от оплаты, от взымания туристского взноса детские лагеря, детские оздоровительные лагеря, освободить объекты, которые расположены при придорожном сервисе. То есть, к примеру, водитель транзитники едет, отдыхает там, например, в придорожном сервисе, в мотеле, он же едет не в туристских целях, остановился отдыхать, а он просто, скажем так, водитель, сопровождает группу, он едет, например, из Пекистана в Российскую Федерацию, но считается как иностранным гражданином. То есть, вот с этим предложением тоже у нас уполномоченный орган согласен. И сейчас все ответы ждут несильные изменения в текущие правила. То есть, нужно разграничивать, да? Мы задавали вопрос и сказали о том, что в пилотном режиме. Нет, к сожалению, не в пилотном режиме. Это постановление уже действует по всему Казахстану, по всем населенным пунктам. И мы как раз-таки просим, так как это совершенно новое явление, новое явление для Казахстана, мы просим наш уполномоченный орган взымания туристского вноса пока обкатать в пилотном режиме. Скажем, вот у нас города, лидеры Алмата, Астана, вот в этих городах апробировалось в пилотном режиме, выработать четкую инструкцию, четкий механизм взымания. Потому что вопросов там очень много. Вопросы по налоговому администрированию возникают. Вопросы по бухгалтерскому администрированию возникают. Потом у операторов взымания туристского вноса, то есть отелей, возникает вопрос еще по дополнительным затратам на сотрудника. То есть кто-то должен вести учет. То есть отдельно же это? Да, это дополнительные затраты для бизнеса. То есть вот возникают, вот такие вопросы возникают. И вот в связи с тем, что еще этот четкий механизм не определен, мы полномоченный орган ждем, мы даже обратились и на уровень премьер-министра, обратились о том, чтобы сейчас пока внедрить в пилотном режиме. Но мы ждем ответа полномоченного органа, весь риски рынок ждет это отельера в основном. Потому что, ну, положая руку на сердце, у нас еще не так много иностранных туристов, которые приезжают к Кавахтагу. Ну, без него никак. Ну, понимаете, как без него никак? Нет, я так думаю, что без него можно было пока обойтись в ближайшие пять лет хотя бы. Пять лет? Да. Но нужно отметить еще то, что это мировая практика. Во всех странах туристский взнос иностранцев взимается. Во всех разных странах, где развит туризм. Ну, там не поток большой. Формируется, скажем так, аккумулируется это средство, которое потом дополнительно направляется на развитие туризма. И по-хорошему, по-хорошему, и этот туристский взнос он должен быть, потому что это не налог. Это иностранные граждане приедут в Казахстан отдыхать, и они должны оплатить туристский взнос, который формируется, скажем так, является неналоговым подтуплением. И эти средства, это будет дополнительным источником финансирования развития туристской отрасли. По-хорошему, это нужно, по-хорошему, это нужно. Но пока не был четкий механизм. Пока у нас нет, скажем так, налаженного потока туристов из других стран, можно и повременить на это мнение туристского рынка. Вот мы уже одну проблемку, можно сказать, затронули. Если коснуться, в общем, еще какие-то есть у нашей сферы туризма, скажем так, припоны, может где-то госорганы недорабатывают и так далее. Что мешает сейчас нам развиваться? Вставать с колен после пандемии, скажем так. Вот, скажем так, да, это очень такой вот правильный вопрос именно для сферы туризма. Что же мешает развиваться туризму? Ну, этот вопрос, на этот вопрос знает, наверное, и не только мы, как эксперты, скажем, департамент туризма сотрудники, но и каждый гражданин, в том числе, например, вы, как турист. Потому что вы когда путешествуете, у нас сейчас качество нашей жизни, оно... Мы хотим комфорта. Да, но увидеть, увидеть, ехать, хотим комфорта, конечно. Мы хотим комфорта, мы хотим хороших дорог, мы хотим, чтобы по дороге мы могли остановиться, купить себе кофе, помыть руки, помыть руки и так дальше, там, скажем так, да, какие-то другие у нас еще будут необходимости, может быть. То есть мы хотим, чтобы у нас везде летал интернет, мы хотим, мы хотим, чтобы у нас были специализированы автобусы. Вот для развития туризма вот нужны вот такие составляющие. Для того, чтобы, в первую очередь, чтобы была хорошая логистика, нужно, чтобы внутри Казахстана по авиасообщениям были недорогие билеты, чтобы они были доступны, чтобы было покрытие, чтобы не было так, что, например, вот все дороги ведут в Рим, чтобы все самолеты у нас летели в Астану и в Алмату, там, в Туркестан, в Мангастан. А нужно, чтобы и внутри Казахстана мы могли так же свободно купить билеты, к примеру, да, вот, чтобы эти билеты были недорогие, чтобы на каждый, скажем так, со всем уровнем дохода население могли купить билеты и на автобус, и на поезд, и на авиа. Вот, к примеру, вот транспортная доступность – это один из основных вопросов. Транспорт, ага. Транспорт, да, транспорт. Потом один из таких вопросов, который я хотела бы именно с позиции предпринимателей затронуть, это уже инфраструктура, это инфраструктура, то есть на всех местах отдыха, к примеру, это Балхаш, там, где пляжный туризм развит, Балхаш, скажем так, Алаколь, это сезонные базы отдыха, но они очень популярны среди населения, очень популярны. Есть желающие предприниматели, которые хотят базу отдыха, например, построить, дом отдыха, есть те предприниматели, которые там уже работают, они хотят улучшить свой сервис, они понимают, что нужно повышать качество своих предоставляемых услуг, потому что с каждым годом наш турист более требовательен к сервису, согласитесь? Да, конечно, люди платят, все же дорого, и хочется в ответ качества. Вот. И есть ряд сдерживающих факторов, каких? К примеру, там, не всегда, например, потеряно электричество. Если электричество есть, то не всегда позволяет мощность. Не всегда есть вода, не всегда есть канализация, не всегда есть интернет, вот, не всегда организован, скажем так, вывоз мусора, не всегда есть последние мили. То есть, например, есть дорога республиканского значения, а до базы отдыха, скажем, 10-15 километров, а иногда бывает 3-5 километров до последней мили, и тут этой дороги нет. То есть вот это вот такие вот вопросы, которые мы совместно с КОС-органами отрабатываем, вырабатываем дорожные карты, работаем. Есть какие-то проблемы с Шенгас, которые я хотела бы сказать, которые даже не требуют, скажем так, больших финансовых поливаний. Там не нужно разрабатывать проекты. К примеру, например, просто организация своевременного вывода мусора. Или, например, предприниматели обратились, у них проблема с бродячими собаками. Ну, вот эта проблема, это проблема, которая должна быстро, молниеносно решаться на уровне местных исполнительных органов. То есть тот вопрос, который не требует, например, какая-то программа, концепция, для этого не нужно. Это нужно просто совместно с предпринимателями вот эти вот отрабатывать. Конечно, наверное, есть и нарекания и к предпринимателям, и к сервисам. Один из таких больших вопросов – это кадры. Да. Потому что туризм, дома, отдыха – это в первую очередь сервис. Вот, проблема с кадрами. К примеру, например, вот, опять же, вот, ну, почему? Потому что мы отрабатываем именно с курортными зонами, а Лаколь находится очень далеко. Находится далеко. И не всегда местных жителей хватает, чтобы покрыть потребность. И получается, чтобы, например, на восточном побережье озера, туда нужно будет прям заниматься рекрутингом, скажем так, в Алматы, в Алматинской области, туда вести людей. Вот, соответственно, если я еду туда работать, я хочу и достойную заработную плату на уровне Алматы, Алматинской области. А там ценник небольшой. Потом предприниматель несет дополнительные затраты. Он должен организовать, например, я поехала туда на работу, он должен организовать мне проживание, он должен организовать мне питание, он должен мне купить билеты, чтобы я приехала, вахту свою отработала и уехала. А вахта у нас по трудовому законодательству 15 дней. Мы сейчас просим, чтобы внесли изменения в трудовой кодекс, чтобы дали разрешение именно для сезона баз отдыха, чтобы вот именно вот этот промежуток, 15 дней, который он определён трудовым кодексом, чтобы он был продлён хотя бы как минимум 30 дней. Потому что когда острая нехватка билетов на поезд, например, на восточном побережье Алла-Коля, владелец дома отдыха, он получается для своих, скажем так, сотрудников, он должен ещё купить билеты, чтобы они приехали, вернулись и другая смена вернулась, понимаете? И это же дополнительная нагрузка ещё и на железную дорогу. То есть вот вопросы кадров. И вот исходя из этих проблем, часто бывает так, что предприниматель не может удержать квалифицированный кадр. И он принимает на работу того, кого он может, кто-то согласен, скажем так, вот и да. Вот. И вот прям вопросы кадров – это очень такая вот большая проблема, большая проблема, которая где-то, возможно, я не скрываю этот факт, где-то, возможно, и наши предприниматели, возможно, где-то там выплачивают минимальную заработную плату, которая неконкурентоспособна и к ним хорошая. Да, этот момент тоже есть, но, тем не менее, сейчас каждый предприниматель за своего туриста борется. Он борется так, чтобы вы у него супер хорошо отдохнули, чтобы вы приехали, рассказали об этом месте, рассказали, чтобы вы порекомендовали, и чтобы вы на следующий год вернулись и привезли новых гостей. Вот. Предприниматели это понимают, и они делают все меры. Ну, очень много факторов, потому что туризм – это такая вот сфера услуг, это впечатление, и очень сложно иногда. Бывает, вы приехали, 99 впечатлений супер, а одно что-то вам не понравилось. Да какая-нибудь мелочь, потому что там что-то грязное попалось, и все. Вот. К примеру, вот так вот. Ну, в общем, давайте, наверное, дальше, потому что я тут могу говорить долго. Да, туризм можно говорить долго. Вкратце, да, если резюмирует наш разговор, вот прям по пункту, что нужно сделать сейчас, в ближайшее время, чтобы наш туризм прям вот зацвел и стал очень комфортным для нас. Я сейчас не говорю про иностранных туристов, я говорю сейчас про внутренних туристов, про казахстанцев. Вот. Вы правильно делаете акцент, потому что мы тоже считаем, что в первую очередь нужно развивать внутренний туризм, нужно создавать условия для внутреннего туриста, а уже потом это уже будет цепной реакцией, уже к нам приедут гости уже из других стран. В первую очередь нам нужно создавать условия для нашего отечественного туризма. Ну, что нужно, чтобы мы развивались? В первую очередь хотелось бы, чтобы к отрасли туризма в целом, как экономики, да, как отрасли экономики, чтобы на эту отрасль на самом-то деле уделялось больше внимания. Больше внимания. Почему? Потому что, например, у нас есть какое большое в туризме преимущество по сравнению, например, с добычей углеводородов. Туризм – это возобновляемый источник. То есть, если мы будем, скажем так, бережно, добросовестно относиться к тому, что у нас есть, то у нас потенциал огромный. Потенциал огромный. У нас есть, в Казахстане можно развивать те виды туризма. И тут нужно, скажем так, да, вот, мы бы хотели бы, например, ну, если говорить о глобальном, глобальном, то хотелось бы, чтобы, например, было, скажем, отдельное министерство туризма. Если не министерство, чтобы это было агентство по развитию туризма. Да, возможно. И, соответственно, чтобы это была вот такая вот работа, работа, которая шла бы в унисон и уполномоченным органам, на государственном уровне, местных исполнительных органах, предпринимателей и самих туристов тоже. То есть, тут вот такая она должна быть совместная работа. Сказать, что, вот, например, нужно только-только вот это, вот это, вот это, чтобы государство построило и сделало. Если, понимаете, это как фактор друг другу вытекает. Если на государственном уровне будут созданы все инфраструктурные вопросы, условия для развития бизнеса, то предприниматели будут заходить строить, скажем так, строить соответствующим, с хорошими условиями дома отдыха, санатории, детские лагеря и так далее, если они будут строить. Если будет туристы его посещать, то считается, понимаете, как это мультипликативный эффект от туризма, он будет разнообразным. Тут много сферы экономики заработать, и тут будет реальный доход. Реальный доход. А турист должен, как он говорит, мы сейчас говорим, нужно воспитывать правильного туриста. Чтобы турист вилл сюда. Вот, чтобы в первую очередь, вот я недавно смотрела по обозревателю, по-моему, у Антона Птушкина или у кого, я смотрела, как развивается туризм в Японии. И в Японии нету вообще мусорных баков. Вообще, вообще урн нету нигде. То есть, вот, даже это не подразумевается, что кто-то может выкинуть мусор куда-то. Будь добр, ты свой мутор забери с собой. Вот. У нас часто бывает, что даже стоит мусорные урны, стоят места для мусора, но мы туда не доносим. Вот. К сожалению. Да. Бывает, мы просто кощунски относимся к каким-то, вот, скажем так, нашим достопримечательностям. Вот. Поэтому тут вот со всех сторон это такое обоюдное должно быть. Но в первую очередь, в первую очередь нужно создавать условия инфраструктурные вопросы. Если у нас будут дороги, если у нас будет транспортная доступность, если у нас будут строиться очень хорошие дома отдыха, то у нас поток туристов будет. Он есть, он будет еще в разы больше. Посмотрите, вот, к примеру, к примеру, Мангистал. Мангистал. Как был поднят за 2-3 года Мангистал. И он сейчас поднялся в тройку. Он поднимется и выше, он и поднимется выше Щучинско-Баровской курортной зоны. Вот. Потому что, ну, вот, посмотрите Туркестан. Ведь была, вот, прямо, скажем так, вот такая государственная программа, и ее сделали, и, пожалуй, смотрите, какой у нас сейчас Туркестан достоин стал. В смысле, каждый год вот по одной такой курортной зоне развивать, то вклад в экономику Казахстана от туризма, он тоже будет достойным. Будет большой, да. Да, тоже будет достойным. Дмитрий Анатольевна, большое спасибо вам за беседу, что вы делили время. Вам тоже большое спасибо за эфир. Всего доброго. До свидания. До свидания. Прямой эфир на Байгум ВУЗ. Оставляйте комментарии, делитесь нашим эфиром. Будьте с тобой. До свидания. Продолжение следует...